Сохранение исторической памяти – один из ключевых приоритетов, и особая роль здесь принадлежит материальному культурному наследию. Очевидно, нужны изменения и в самом порядке контроля за сохранением объектов наследия. Прошу Минкульт сформировать четкие предложения по защите памятников, как федерального, так и регионального, да и местного значения от уничтожения и варварского с ними обращения. Екатеринбург – город с богатой историей и культурным наследием, которое отображено в его многочисленных памятниках архитектуры, на сегодняшний день которые находятся в плачевном состоянии. Памятники архитектуры в Екатеринбурге играют важную роль в сохранении культурного наследия города и страны в целом. Они являются неотъемлемой частью нашей истории, культуры, формируют облик города, привлекают туристов со всего мира. Многие из них имеют статус федерального значения и охраняются государством. Одним из самых ярких примеров архитектуры Екатеринбурга является усадьба Расторгуевых-Харитоновых, которая начала строиться в 1724 году. Находится усадьба в центре города, в историческом центре города, напротив храма на крови. Ее запущенное состояние видно невооруженным глазом. Еще в начале марта в адрес общественной организации «Народный контроль» стали поступать сообщения от жителей города о плачевном состоянии памятников архитектуры. Общественники решили разобраться в ситуации и отправились проверять исторические объекты. В ходе мониторинга подтвердилась информация о том, что один из таких памятников здание гостиницы «Мадрид» подверглось вандализму. Двери и окна здания были вскрыты, а стены покрыты граффити как снаружи, так и внутри. При этом охрана отсутствовала. Собственником здания гостиницы «Мадрид», а также усадьбы Харитоновых и Расторгуевых и еще нескольких исторических объектов является Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры, агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры, филиал «Пауэрфон», расположенный в Екатеринбурге. Это учреждение несет ответственность за сохранение, эффективное использование и популяризацию объектов культурного наследия. На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок указано, что данным учреждением ежегодно, начиная с 2018 года, на протяжении вот уже шести лет проводятся конкурсные процедуры на оказание услуг по комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов культурного наследия. И победителем на проведение этих работ ежегодно объявляется общество с ограниченной ответственностью «Альянс Сервис». Именно на эту организацию бюджетное учреждение возлагает техническое обслуживание исторических памятников. На сайте указано, какие виды работ в каждом из прошедших лет, начиная с 2018 по 2024 год, было необходимо провести и какие суммы на это выделялись. Общая сумма выделенного финансирования с 2018 по 2024 года превысила 85 миллионов рублей. Возникает резонный вопрос, а куда бы потрачены эти деньги и как осваивается финансирование, выделяемое федеральным бюджетом, если архитектурные памятники находятся в таком удручающем состоянии. Стоит также отметить, что при сопоставлении конкурсной документации с 2018 по 2023 год, техническое задание не претерпело существенных изменений. Это в большей степени типовые виды работ, которые перетекают из года в год. А вот цена контрактов только растет. Еще один интересный объект – вот этот купеческий дом. Он является образцом деревянного зодчества. Он полностью отреставрирован, но, как выяснилось, не на федеральные деньги, а на деньги частных арендаторов. Еще в 2013 году расследовалось уголовное дело о хищении бюджетных средств, которые предназначались для реставрации объектов культурного наследия. На реставрацию вот этого здания было потрачено 9 миллионов рублей. Тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителя того самого бюджетного учреждения, речь о котором идет в нашем сегодняшнем сюжете – Дмитрия Макарова. Он был уволен и оштрафован на сумму более 8 миллионов рублей. И вот похоже, что ситуация повторяется и сегодня. Бюджетные деньги на сохранение памятников выделяются, но куда и как, а главное, в каком объеме они осваиваются – большой вопрос. Сегодня СМИ пестрят о том, что Харитоновский парк – место, которое десятилетиями ждет реставрации. Работу по очистке парка проводят волонтеры, а не управляющая компания, несмотря на выделение бюджетных средств. Агентство по управлению использованием памятников истории и культуры заключает все новые контракты на сохранность исторических зданий Екатеринбурга. Хочется подчеркнуть, что сохранение памятников культурного наследия – это не только наш долг перед будущими поколениями, но и вклад в развитие города и его экономики. Туризм, который основан на исторических и культурных достопримечательностях, приносит значительные доходы в экономику города, создает рабочие места и улучшает инфраструктуру. Чиновники, игнорирующие эту истину ради сиюминутной выгоды, не только пренебрегают своим долгом перед обществом, но и лишают город его истории, роста и развития. Общественники намерены обратиться в государственные органы, чтобы подтвердить выявленные нарушения и инициировать проверку. Если нарушены ваши права или вы стали свидетелем противоправных действий, напишите нам об этом в бесплатное анонимное приложение «Народный контроль», и мы поможем решить проблему. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал.